В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. В поселке Озерный в молодежном переулке Самары построят школы. Планируется возвести новый водовод на улице Бакинская. А на сухой Самарке, 113-м километре, в поселке Водников появятся офисы врачей общей практики. Мэр города Дмитрий Азаров провел отчетную встречу с жителями Куйбышевского района. В ДК нефтяников пришли порядка 300 человек. Большая часть общения была посвящена ответам на волнующие горожан вопросы. Огонь оставил без крови многодетную семью. В ночь с 11 на 12 октября на улице Восстания сгорел частный дом. Анна Шитько с четырьмя детьми осталась без крыши над головой. О своей беде женщина пришла рассказать главе города Дмитрию Азарову. Тем более, что от сотрудников района и администрации оперативных действий не дождалась. Я сегодня была в администрации. Мне сказали, что какие собрать документы для того, чтобы мне дали. Но сказали, что больше комнаты, чем общежитие, мне не положено. Так как в родительстве много были. Только я и один ребенок. Со мной в родительстве, а остальные не все. Мне сказали, что дайте завтра и будет решаться вам вопрос. Но мне же не есть уже сегодня. Не комната, а полноценная квартира в поселке Озерный нашлась тут же. Дмитрий Азаров велел подчиненным не откладывать, а выдать ключи многодетной матери тем же вечером. Коллеги, я хочу вас попросить. Дети маленькие, мы тут можем допоздна. Вы сейчас выедите и займитесь уже сам на древней поподробнее. Переезд, видимо, ждет и бассейн «Нефтяник». Напомню, три года назад, практически перед выборами, прежняя администрация продала спортивный объект за бесценок в частные руки. Собственники единственного в районе бассейна предлагают вернуть здание городу, но уже в пять раз дороже. Дмитрий Азаров отметил, если цена не будет снижена, рациональнее построить новый бассейн в другом месте. До конца года должна улучшиться ситуация с доступностью медицинской помощи в отдаленных поселках Куйбышевского района. Готовится к открытию офиса врача общей практики на Сухой Самарке, в 113-м километре и в поселке Водников. На встрече обсудили и перспективы строительства Южного города. Этот проект предусматривает комплексную застройку. Параллельно с возведением жилья будет создаваться социальная дорожная инфраструктура. В этом году это уже четвертая отчетная встреча главы Самары с жителями. Не каждый раз активисты партии «Воли» выстраиваются к микрофонам, настойчиво задавая одни и те же вопросы. Например, из раза в раз интересуются, зачем глава города проводит такие встречи. Мы поставили упрек, что люди обращаются ко мне лично. Я принимаю этот упрек. Но давайте вспомним с вами времена совсем недавнего прошлого, когда во главе города стояли люди, которые считали себя великими управленцами и не считали необходимым встречаться с людьми и слушать их мнения, и отвечать им на прямые вопросы, что было в нашем городе. Так вот, я буду продолжать встречи с горожанами вот в таком формате, и личных приемов, чего тоже не было, для того, чтобы, если кто-то не нарабатывает, у каждого человека была уверенность, что он дойдет до меня, задаст мне вопрос, и он получит помощь и поддержку. Вот для этого я с людьми продолжу. Мария Ваткина, Константин Головин, События. От всевидящего окоэлектроники не ускользнет ни один запрещенный, даже самый маленький предмет. На станциях Самарского метро установили смотровые комплексы и металлодетекторы. Эта картинка на первый взгляд напоминает детский рисунок. На самом деле содержит важную информацию, от которой зависит безопасность сотен пассажиров метрополитена. На мониторе можно разглядеть содержимое сумок в мельчайших подробностях. Результаты проверки тут же заносятся в базу данных, а значит договориться с электронным стражем и пронести в подземку запрещенный груз не получится. Проверяем багаж, появляется изображение, металл высвечивается, еще выделяется красная рамочка. Вот, например, это зонт. Больше в сумке никаких металлических предметов не обнаружено. Люди реагируют по-разному, но в основном с пониманием относятся к этому. Некоторые даже говорят, правильно делается. Екатерина Петрова услугами Самарского метро пользуется каждый день и практически всегда торопится. Но предоставить сумку на осмотр все же соглашается ради собственной безопасности. Раза в два в день я сама проезжаю. Дети у меня ездят, в школу ездят. Это, конечно, занимает личное время, но в суть безопасности я считаю, что это в принципе нормально. С января прошлого года детекторы безопасности появились уже на девяти станциях Самарской подземки. Основная задача – выявить запрещенный груз. Оружие, взрывчатку или газовый баллончик. Последний перевозить в метро также запрещено. При выявлении запрещенных к провозу материалов или элементов, полиция и сотрудники транспортной безопасности действуют сообща. То есть составляется административный протокол правонарушения. И если больше никаких претензий к пассажиру нет, он продолжает движение на метрополитене. Проверка ручной клади пассажиров делается выборочно и только с согласия хозяина. Тех, кто отказывается пройти через электронный контроль, сотрудники метрополитена могут отправить наверх, добираться до места назначения на другом общественном транспорте. Павел Баймаков, Валерий Шаронин, Сергей Кизоркин. События. Суд Красноглинского района продлил содержание под стражей водителя убитого бизнесмена Олега Дергилева. Андрей Читалов стал главным подозреваемым. Его взяли под стражу на следующий день после преступления. Бизнесмен был убит 10 октября выстрелом в голову в лесополосе недалеко от железнодорожной станции Козелки. Его водитель остался жив. Павел Баймаков с подробностями. В убийстве бизнесмена Олега Дергилева следователи подозревают его личного водителя Андрея Читалова. Мужчину задержали на следующий день после преступления. Сегодня суд продлил срок содержания под стражей. Напомним, Дергилев был убит 10 октября выстрелом в голову в лесополосе недалеко от станции Козелки. Его водитель остался жив и сам вызвал полицию. В качестве доказательства вины следствие предъявило результаты химической экспертизы. На руках и одежде подозреваемого были обнаружены следы пороха. Сам Андрей Читалов объясняет это тем, что в момент убийства находился рядом с Дергилевым и бизнесмены застрелили у него на глазах. У следователей на этот счет своя версия. Образование пороховых газов, пороховых остатков порохов газов на одежде и руках образовывается только ввиду выстрела. Я считаю, что это тем самым подтверждает его причастность, во всяком случае, к выстрелу. К какому именно выстрелу причастен водитель Дергилева, пока не ясно, как и то, из какого оружия был убит бизнесмен. Известно лишь то, что на месте убийств был найден неразорвавшийся патрон, предположительно от пистолета Макарова. Адвокат водителя бизнесмена предположил, что этот патрон предназначался его под защитному, но произошла осечка. Он также был поставлен к стенке для расстрела. Это тоже является потерпевшим. Его тоже похитили и увезли в лесополосы. Мы сказали все, а тот факт, что экспертиза, какие-то следы пороха, он стоял рядом с ним, на него тоже попали следы порохового газа. У 37-летнего задержанного жена и двое детей. По его словам, у бизнесмена он проработал более 8 лет, да и зарплата была приличной. В 2007 году даже получил официальную благодарность от предпринимателя. По решению судей, арест подозреваемому в убийстве Андрею Читалову продлили до 10 декабря 2013 года. На время, пока будет идти следствие. Напомним, убитый Олег Дергилев в Самарской области был совладельцем 35 компаний. Ему был 41 год. У бизнесмена остались жена и двое детей. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Для низкопольного транспорта в Самаре может появиться отдельное расписание, чтобы маломобильным гражданам не приходилось долго стоять на остановке. С таким предложением общественная организация инвалидов обратилась к депутатам городской думы. Парламентарии проверили, насколько город доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объезд социальных объектов депутата городской думы начали с театра Самарская площадь. Муниципальный театр уже несколько лет тесно сотрудничает с городской общественной организацией инвалидов. Организует благотворительные спектакли для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Здание театра является памятником архитектуры. Установить здесь лифт невозможно. Поэтому решено было приобрести мобильный подъемник для инвалидных колясок. Так можно легко поднимать человека на второй этаж прямо к зрительному залу. В принципе, те инвалиды, которые к нам приходят, причем с разными категориями, у нас 19 будет проходить линия зрячих, в принципе у нас все есть. Самое главное, что есть желание принимать их, поэтому они, наверное, к нам ходят. Члены комитета по социальным вопросам городской думы посетили Центр социальной адаптации инвалидов по зрению. Здесь слабовидящие люди получают психологическую помощь. Учатся ориентироваться в пространстве, обслуживать себя в быту, осваивают специальные компьютерные программы. К депутатам сотрудники Центра обратились с просьбой доделать поручни около здания. 30 метров поручни, значит, не сделано. По какой причине, непонятно. Поэтому я думаю, что мы этот вопрос, в общем-то, на комитете как-то озвучим. Представители департамента соцзащиты, которые присутствовали там, может быть, в рамках существующих программ до конца года, найдут необходимые средства. Проверили доступность для инвалидов школы искусства номер 7. Здесь часто организуют праздники, куда приглашают детей с ограниченными возможностями здоровья. Добраться до зала колясочникам раньше было трудно. Теперь в школе есть специальный пандус. Первый вопрос по безбарьерной среде решен. И пусть здесь мало детей инвалидов посещает, но здесь очень замечательные тенденции к тому, что они проводят здесь мероприятия совместно. Кадеты для детей инвалидов вообще просто организуют мероприятие, куда дети приезжают, в том числе и колясочники. Это тоже положительно. В Самаре проживает более 100 тысяч маломобильных граждан. Реализуется несколько целевых городских программ по поддержке инвалидов. В социальных объектах появляются пандусы. Пешеходные переходы оборудуют специальными знаками и светофорами. Представители общественных организаций предложили сделать отдельное расписание для низкопольных трамваев и автобусов, которые в последнее время появились в Самаре. То, что в автобусе идет бегущая строчка для людей с нарушением зрения, конечно, это очень удобно. То, что объявляются в автобусе остановки, это удобно. Но, к сожалению, для тех людей, которые перемещаются на коляске, не совсем удобно ожидания. Не каждый пассажир, имеющий какие-то проблемы со здоровьем, знает, в какое время подходит этот автобус. И выездные проверки члены комитета по социальным вопросам обсудят на ближайшем заседании. Ольга Моросова, Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Большой мусульманский праздник Курбан-Байрам отметили во всем мире. В исламе этот день – торжество добра, мира и любви к ближнему и Богу. Особое значение празднование Курбан-Байрама имеет для многонациональной Самары. В соборной мечети на праздничную молитву традиционно собрались тысячи верующих. Мусульмане всего мира в этот день обращаются ко Всевышнему, просят у него милости и прощения. Курбан-Байрам – один из главных мусульманских праздников, означающих завершение паломничества в Мекку. Этот день духовного единения мусульман по традиции с раннего утра они совершают праздничный намаз и слушают проповедь муфтия в мечети. Этот праздник позволяет приблизить к себе других людей, то есть обрадовать бедных, неимущих и также родственные узы, которые, например, были нарушены по каким-либо причинам, позволяет вместе отпраздновать этот праздник и сообща получить довольство Всевышнему. Особое значение празднование Курбан-Байрама имеет для многонациональной Самары и региона в целом. В Самарской области сейчас проживают около 300 тысяч мусульман. Добрососедские отношения держатся на прочном фундаменте взаимного уважения к традициям и культуре разных народов. Я хочу поздравить всех мусульман с сегодняшним праздником Курбан-Байрамом. Всем пожелать здоровья, счастья, мир дома, мир всей стране, чтобы все были здоровы. Я думаю, наш Самарский область всегда от мусульманов относился, всегда наша администрация приходит поздравлять. Я думаю, в Самаре мусульмане празднуют от всей души этот праздник. После торжественного обряда в мечети мусульмане продолжат праздник в своих домах, встретятся с родственниками. Традиционно в этот праздник мусульмане приносят в жертву барана, а затем раздают угощение бедным и неимущим. Этот обряд олицетворяет щедрость и братские узы всего человечества. Анастасия Зубарева, Артем Салайманов. События. Утраченное искусство рукоделия возродила самарская мастерица. Вышивку, которой владели монахи Нейверского монастыря, сто лет назад можно увидеть в Самарском епархиальном музее в духовной семинарии. Почему об этом видеотворчества нет, упоминания в книгах по рукоделию, чем уникально вышитые иконы выясняла Марина Кравцова. Она вырисовывает нитками на белом полотне лики святых и сюжеты из Ветхого Завета. Потомственная вышивальщица Людмила Тыренова впервые взяла в руки иголку в 4 года. Бабушка открыла ей секрет утраченной техники вышивки Иверского монастыря. Когда меня учили вышивку, я говорю, никому не говори, что даю тебе школу Иверского монастыря. Так как ни одна вышивальщица Иверского монастыря не стала работать на государство, он был под запретом. И даже самарская школа. Поэтому вы об ней не найдете упоминаний в одной книге по народным промыслам. 20 лет назад Людмила Витальевна бросила хорошо оплачиваемую работу и посвятила жизнь творчеству. Мастерица создала больше сотни вышитых икон. Особо любимые – те, что выполнены в технике графики. Выглядят они действительно уникально. На первый взгляд – это рисунки на бумаге. Ну, впечатлили вообще все работы, потому что, ну, издалека кажется, что это работа гелевой ручкой. А когда ты вблизи смотришь, понимаешь, что это вышивка, что это нитки. Достаточно интересная работа, потому что выглядит как-то по-новому, свежо, похоже, можно сказать, на японскую графику. Очень тонкая работа. Очень мелкий и тонкий стежок. Да у нее старинные русские швы. Такие вообще никто не делает. На создание одной иконы уходит от недели до нескольких месяцев. Работа кропотливая, но захватывает полностью. Людмила Тыринова может сутки без еды и отдыха просидеть за пяльцами. В таком деле нельзя без особого душевного настроя. Вышивка икон – огромная ответственность. Мысли должны быть самые светлые, поделилась вышивальщица. Выставку в Самарском епархиальном музее посетил митрополит Самарский Сызранский Сергий. Это будет обзорной такой выставкой, которая принесет много радости посетителям и увидит действительно талант русского человека. То, что заложено в православной традиции. Такая вышивка уже больше, чем рукоделие и искусство. Все иконы освящены в церкви. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. В 20-30-е годы прошлого века христианские мотивы в искусстве были не в моде. Художники искали новых героев. Творчество новейной революции можно будет увидеть с 18 октября в галерее Виктория. Самарц познакомится с такими именитыми авторами, как Малевич, Филонов, Дейнека. Искусство, власть, любовь. Сотрудники русского музея и директор галереи Виктория, готовясь к открытию новой выставки, тщательно продумывают все нюансы. 18 октября самарцы смогут погрузиться в атмосферу 20-30-х годов прошлого века. Увидят становление современного искусства своими глазами. У нас не первый уже опыт партнерских отношений, сотрудничества с русским музеем, чему мы очень рады. И мне кажется, очень интересный этот период, и политически, и экономически сложный, и интересный период в 20-е годы, но после революционных годов. Мы уже знакомили наших зрителей, привозили выставку Петрова-Водкина. Она прошла с большим интересом. В 20-е и 30-е годы в искусстве рождалось много инноваций. Одни художники, такие как Филонов и Малевич, вовсю экспериментировали с цветом и формой. Другие же пытались передать дух нового быта и новых героев. Каждый из авторов старался заполнить своим особым смыслом слова «революционное искусство». В целом выставка получилась очень интересной, разнообразной, убедительной и показывающей период 20-х, начало 30-х годов во всем его многообразии. То есть весь спектр художественных тенденций, художественных решений во всем многообразии существовавших художественных сил того времени. Выставка «Искусство. Власть. Любовь» – очередной шаг на территорию русского авангарда. Галерея «Виктория» объединит именитых художников, в свое время официально признанных и гонимых. Всего будет выставлено 38 работ. Валерия Квасневская, Владислав Манин. События. Водители будут платить за вредные выхлопы автомобилей. Размер академической и социальной стипендии увеличивается. Новости экономики смотрите далее. А у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова